Девушки отдыхают Вы смотрите программу «Арт-навигатор». Меня зовут Анна Ельникова. Рада вас приветствовать на канале «Арт-ТВА». В прошедшие выходные ураган Айрин неслабо потрепал окрестности восточного побережья Северной Америки. Однако, даже выйдя из берегов, океану не удалось подмочить репутацию безбашного американского зрителя, который вместо того, чтобы заколотить окна в домах и не покидать своего убежища, решил все же на свой страх и риск отправиться в кинотеатр. Несмотря на то, что многие из них были закрыты, в американский бокс-офис все же прибыли новые миллионы. Поговорим об экстремальной тройке лидеров кинопроката. На третьем месте случилось страшное. Погрузив зрителя в кромешную тьму и запугав их до смерти, создатели кино с саркастической улыбкой призывали зловещим шепотом. «Не бойся темноты». Этот ремейк в псевдодокументальном манере основан на одноменной телевизионной пьесе Найджела Макнида. Молодая семья переезжает в дом, хранящий скелеты в шкафу. В прямом смысле слова. Злые маленькие создания выходят из темноты в поисках пищи для своей королевы. И новые жильцы как раз то, что им нужно. Продюсер Гильермо Дель Торо продолжает развивать тему маленьких девочек и потусторонних сил. Помимо запуганных малюток в фильме присутствуют Кэти Холмс и Гай Пирс. Мистика и опасности поджидали актеров на каждом шагу. Причем не только на экране, но и на съемочной площадке. Так Холмс стала участницей опасного инцидента во время съемок в Австралии, когда в одном из эпизодов под капотом ее автомобиля неожиданно взорвался аккумулятор, и машина загорелась. К счастью, актриса успела покинуть машину за несколько мгновений до взрыва. Казалось бы, в прошедшие выходные в Штатах адреналин и без того вышел из берегов. Однако нашлись и такие, кому захотелось обильной добавки. Выжив из зрителя 9 миллионов долларов, лента пригрелась на третьем месте. На второе место обрушилась страшная месть Колумбианы. Теоретически, эта экшн-драма могла стать неплохим боевиком с интересной инверсией в сюжете, в центре которого не брутальный мужик со щетиной, а утонченная женщина. Однако на практике все оказалось не так уж увлекательно. Перед нами еще одна лента о пафосной мести и ее крутых до нельзя исполнителях. Лента подкачала в первую очередь своим изрешеченным сценарием, в котором масса дыр и недоразвитых сюжетных линий. Более того, все персонажи, за исключением главной героини, получились совершенно плоскими и банальными. Однако это тот редкий случай, когда центровой персонаж настолько убедителен, что способен перетянуть чашу весов. Зоя Салдана отлично справилась с ролью, породив на свет новый подвид-супергероинь – своеобразный Лары Крофт на стероидах. Главное достоинство актрисы в том, что она одинаково эффектно надирает пятки своим противникам и истерически рыдает в драматических сценах. В свою очередь за постановку этой эпопеи «Мщение» были ответственны такие кинометры, как Оливье Мегатон и Люк Бессон. Легендарные режиссер и продюсер составили отличную команду, зарядив фильм колоритным, не дающим перевести дыхание экшеном. Десяти миллионов долларов Колумбиане и ее создателям было достаточно, чтобы удовлетворить свою месть. Второе место. Удивляет своей стойкостью и живучестью прислуга – драма Тейта Тейлора, снятая по одноименному роману Кэтрин Стокин. Судьба этой ленты очень нестандартна. Только появившись на свет, фильм не привлек к себе особого внимания, затерявшись в самом конце рейтинга. Однако уже на следующую неделю, собравшись всеми силами, прислуга героически пробралась к первому месту. На третьей неделе проката эта лента об отношениях между белыми женщинами и их темнокожими домработницами в Миссисипи 60-х годов не только сумела противостоять двум весьма ожидаемым премьерам, но и сохранить за собой первое место. Тем самым прислуга превзошла все ожидания по кассовым сборам. При бюджете в 25 миллионов долларов за все время проката в Северной Америке картина собрала уже почти 100 миллионов, 14 из которых упали в общую копилку в ходе прошедшего уикенда. Первое место. На бешеных скоростях к виртуальному финишу подходит мультиплатформенный гоночный симулятор Drive-5 в Сан-Франциско. Действие разворачивается через несколько месяцев после событий третьей части. Таннер находится в коме и, судя по всему, не спешит из нее выходить. Но его не покидает желание поквитаться с криминальным авторитетом Чарльзом Джерико. Все события игры на самом деле происходят в сознании Таннера, лежащего в больничной палате. Но в то же время они отчасти являются реальными, так как люди, впавшие в кому, воспринимают информацию из окружающего мира и интерпретируют ее по-своему. Именно поэтому в игре теперь доступна новая функция Shift, которая позволяет Таннеру мгновенно перемещаться в другой автомобиль и продолжать выполнение миссии на улицах, воссозданного с исторической точностью Сан-Франциско. Впервые в серии в игре присутствует свыше 120 полностью разрушаемых лицензированных автомобилей, включая Dodge, Porsche, Alfa Romeo, RAV, Pagani Zonda и DeLorean. Игра располагает одной из самых больших игровых территорий — 335 километров дорог. На виртуальную трассу «Драйвер» выйдет 6 сентября, день релиза игрушки. Впервые на русском языке. Абсолютно новый роман самого знаменитого автора современной японской прозы — Харуки Мураками. 1984-й, книга 1-я, апрель-июль. Роман написан в лучших традициях стиля Мураками. Реальность, иллюзия, научная фантастика, философия, познание человеческой души, протест против насилия и попирание свободы воли. Действие книги происходит в 1984-м. В мире, где некоторые видят на небе две луны, где ключом к вечной любви служит симфониета Яначека, где маленький народец выходит изо рта мертвой козы и где плетут воздушных окон. Эту долгожданную книгу критики в один голос назвали главной литературной сенсацией нового века. Отметим поистине уникальную книгу — «Возвращение юного принца». Автор романа Рюмерс возвращает читателю юного героя одного из самых глубоких и человечных произведений литературы XX века — «Сент-Экзюперим. Маленький принц». Своей историей автор стремится ответить на вопросы, мучающие многих читателей по всему миру. Какой была бы судьба этого уникального ребенка, если бы он остался жить среди нас? И каким образом сумел бы он сохранить чистоту и простодушие своего сердца? Рассуждая на эти темы не один год, Рюмерс оформил свое необычное ему заключение в виде этой удивительной книги, призванной озарить путь ребенку, который живет внутри каждого из нас. Слияние с природой наделяет нас внутренней гармонией и желанием отдаться свободному творчеству. Долгожданная радость ухода от повседневности наполняет паруса воображения новыми силами и идеями. В эти выходные забудьте обо всем обыденном и ненадолго исчезните из этого мира, чтобы как следует отдохнуть в другом, параллельном. А мы с вами, как и всегда, увидимся ровно через неделю на канале РТВ. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин